С каждым годом все меньше фронтовиков встречает весну. На сегодняшний день в Казахстане проживают чуть более 380 участников Великой Отечественной войны. Для каждого из нас ветераны – это связующая нить с далекими событиями военных лет. А их героизм помнит не только народ. Немые свидетели солдатского подвига и уникальные музейные экспонаты. Все дальше от нас в день Великой Победы. Все меньше остается в живых ветеранов. А экспонаты областного историко-краеведческого музея имени Мухаммеджана Танышпаева свидетельствуют о их героическом подвиге. В далекие годы по первому зову Родины в числе Советской Армии в борьбе против фашистских сил выступили и более миллиона выходцев из Казахской ССР. На фронт и в оборонную промышленность был отправлен каждый четвертый житель республики. По окончании войны домой вернулась лишь половина. И каждый из них был героем. Как знаменитая пулеметчица Маншук Маметова. Как единственная женщина-машинист Алтына Езбулатова по прозвищу Паровоз Апа. Как казахский парень с русским именем Иван Кузнецов. Как бойцы героической 316-й стрелковой, а в народе панфиловской дивизии. И многие, многие другие. Мы можем гордиться тем, что именно 11 из 28 героев как раз таки наши земляки семереченцы. Одним из выживших героев панфиловцев является Иван Шадрин. В честь него названа улица в городе Талкурган. Не меньше вклад в общую над врагом победу внесли и ветераны тыла. Одним из таких героев является Езжан Берли Кужанов. Председатель колхоза Сарабулак, ныне совхоз Еркинский. Он в 1943 году одним из первых сдал свои денежные сбережения – 28 600 рублей для строительства эскадрильи самолетов. Телеграмма с благодарностью от главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина сегодня находится в стенах музея. Стоит отметить, его фонд ежегодно пополняется новыми и порой уникальными экспонатами, число которых превысило 25 тысяч. Из них около 800 предметов на военную тематику, а также касающиеся жизни и деятельности ветеранов Второй мировой. Вот как раз таки в прошлом году нашими сотрудниками были собраны экспонаты, касающиеся Мусабека Сингербаеву, одному из участников знаменитой Волоколамской битвы у разъезда Дубосекова, знаменитыми 28 панфиловцев, участниками 316-й стрелковой дивизии. Родственниками Мусабека Сингербаева были переданы личные вещи, из которых выделяются особняком его награды. Сегодня в стенах областного историко-краеведческого музея имени Мухаммеджана Тенышпаева проводятся и различные духовно-патриотические мероприятия, направленные на пропаганду героизма воинов Великой Отечественной войны. Чтобы сохранить память о подвиге простых солдат, чтобы на их примере воспитать достойное поколение казахстанцев. Никто не забыт, ничто не забыто. Память о великом подвиге солдат навсегда останется в музейных экспонатах, в пожелтевших от времени письмах, выцветших фотографиях старой солдатской гимнастерки. Но самое главное, память о героизме воинов Великой Отечественной навсегда останется в сердцах благодарных потомков. Ульмира Тимиргалиева, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурка.